Поговорим о отчёте Таджикистан 2016-2017 год. Я обещал это сделать в своём предыдущем видеоролике, где я делал отчёты по Узбекистану и по Каджистану. Так, что мы видим по Таджикистану? Это полное ограничение любой оппозиции, тюремные сроки, пытки, убийство лидеров мирных политических оппозиций, например, возьмём убийство Куватова в Турции, Адиноев, ну и так далее. Немаловажный момент, что в Душанбе экстрадируются мирные оппозиционеры за любые высказывания в адрес действующей власти Таджикистана. Экстрадиция идёт из Белоруссии, из России, из Молдовы, из Кыргызстана, из Турции. Таким образом, права людей, в том числе и на убежище в этих странах, нарушаются. И всё это является основанием для подачи на убежище в Соединённых Штатах Америки, которое, как вы знаете, никогда и никого не выдаёт. И это здорово, потому что, ну, это очень хорошо, что есть на планете Земля место, где можно спастись и спасти своих близких и родных. Также смотрим здесь несправедливое судебное разбирательство, преследование адвокатов. Кстати, преследование адвокатов, участвующих в деле партии ПИФТ, это те два адвоката, которые сегодня в новостях везде проходят. Партия ПИФТ – это фактически то, что сейчас принято террористической организацией в Таджикистане. Это была оппозиционная партия, лидеров которых убили. Убили в Турции, это был Куватов. Сегодня мы... Так, преследование адвокатов. Одному дали 23 года, другому 21 год лишения свободы. Что мы ещё видим? Пытки, жестокие обращения, свобода слова полностью отсутствует, право на воду и на санитарию. То, что связано с питьевой водой, она не соответствует нормам и стандартам. Всё это мы берём из докладов правозащитных организаций американских, которые мы дальше будем использовать для нашего кейса. Кстати, вот эта вот как раз третья часть кейса здесь на английском языке. Отчёты. И вот здесь достаточно, чтобы у вас появились основания для подачи на убежище в Тихуано, либо, если у вас есть российский паспорт, на Гуан. Кстати, возникает вопрос, если у вас двойное гражданство, например, гражданство Российской Федерации, у вас много людей, там, из Таджикистана обращаются, у них есть двойное гражданство, можно ли подавать? Если вы получили российское гражданство по программам упрощённого порядка получения российского гражданства, как люди, родившиеся на территории Советского Союза, то для вас можно применять программу убежища. Почему вы из Таджикистана, оказавшись в России, вы уезжаете в Соединённые Штаты, потому что я вам сказал, что Россия экстрадирует в Таджикистан, любое высказывание, абсолютно любое высказывание в адрес действующей власти Таджикистана может привести к аресту и экстрадиции. Это очень печально, и, с другой стороны, это можно использовать для того, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих родных, что я очень рекомендую, кстати, сделать. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Скоро, уже совсем скоро, запустится наш новый сайт, который я сейчас регистрирую в Роскомнадзоре Российской Федерации. Это будет официальная СМИ, которую мы сможем использовать для взаимодействия с правозащитными организациями, давать им какие-либо новости, которые усилят ваш кейс. Это будет www.migrant.media. Там же вы сможете найти отчеты по своей стране. Ну, а мы, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы этот сайт был наполнен информацией, и вам это поможет.